Здравствуйте, меня зовут Петрен Галатулей Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-роект изучаем ПЛК-контроллеры. Сегодня попробуем поработать с логической инструкцией исключающей или. Вот так у нас она будет выглядеть на языке программирования лад. Ну и давайте попробуем поработать с исключающим или. Давайте запустим организационный блок 1. Здесь удалим ту программку, которую мы написали в прошлом видео и попробуем написать исключающие или. Давайте здесь вставим нормально замкнутый контакт, за ним вставим нормально открытый контакт. Здесь щелкаем левая кнопка мыши, появилась зеленая полоска, добавляем параллельный контакт и здесь у нас будет нормально открытый параллельный контакт. За ним будет нормально закрытый контакт и соединяем. Вот у нас получилась исключающая и. Давайте здесь у нас будут имена. Так у нас здесь будет меркер 20.0. Enter, Enter. Здесь у нас будет меркер 20.1. Enter, Enter. И здесь у нас будет меркер 20.0. Enter, Enter. И тут у нас будет меркер 20.1. Нажимаем Enter, Enter. Запускаем симулятор. Симулятор переводим в режим Stop. Загружаем наш симулятор ПЛК контроллера в программку. Нажимаем на эту кнопку, загружаем программку. Запускаем здесь наблюдение. Снова открываем симулятор. Он у меня свернутый. Запускать симулятор можно с помощью вот этой кнопки. Симматик менеджеры. Пока я его здесь свернул, он у меня запущен. Разворачиваю симулятор. Программку загрузили. Переводим. Симулятор в режиме работы Run. Работа. Здесь щелкнем левой кнопкой мыши. И вот мы наблюдаем наше исключающее или. И давайте посмотрим, как оно работает. Если у нас здесь меркер 20.0 равен 0. И меркер 20.1 равен 0. На выходе 0. Подаем сигнал на меркер 20.0. На выходе у нас получается 1. Если мы подаем сигнал на меркер 20.1. То на выходе у нас 0. То есть у нас получается, если у нас меркер 20.0 и меркер 20.1 равны 1. То на выходе 0. Если они равны 0. То на выходе также 0. Если какой-то из них равен 1. То на выходе сигнал. То есть если у нас одинаковые значения меркера 20.0 и меркера 20.1. То на выходе у нас 0. Если у нас значения разные. То на выходе у нас 1. Давайте отключим наблюдение. Посмотрим, как исключающая или у нас будет выглядеть на языке программирования FBD. Открываем вид. Ставим флажок напротив FBD. Язык программирования FBD. Вот таким образом у нас выглядит исключающая или на языке программирования FBD. Так, давайте посмотрим битовая логика. Если у нас здесь исключающая или вот. Давайте это все пока удалим. Нажимаем левая кнопка мыши на элементы. Они у нас выделяются зеленым цветом. Нажимаем Delete. Давайте попробуем вставить элемент XOR. Исключающая или в английском будет XOR. Выбираем XOR. Щелкаем два раза левая кнопка мыши. XOR у нас вставляется. Дальше здесь щелкаем левую кнопку мыши. У нас выходную функцию вставляем. И давайте здесь у нас будет Merker 20.0. Enter, Enter. И тут будет Merker 20.1. Enter, Enter. Вот у нас в функциях битовой логики уже есть функция XOR. Q 0.0. Enter, Enter. Попробуем загрузить нашу программку в симулятор. Загружаем. Открываем симулятор. Здесь наблюдение нажимаем. Щелкаем левую кнопку мыши по пустому полю. Открываем симулятор. Запускаем симулятор режим работы. П crisis. Из задач. То есть без кнопки мыши по пустому полю. Открываем симулятор.